Что записать в воскресенье? Супчик, но супчик будет позже. Лирика. Немного лирики, совсем чуть-чуть, но хочется. Ты пришёл ко мне после долгой дороги. Ты прилёг и через минуту уснул. Ты был совсем уставший, забыл про все свои тревоги. Ты хотел найти здесь покой и душевный уют. Я присела рядом с тобою и погладила тебя по лицу. Я жадно смотрела на твоё мужское красивое тело, но твой сон я боялась пугнуть. Твои волосы мне хотелось гладить, поцелуй оставить на твоих сладких губах. Пройтись рукой по спине упругой, а затем чуть ниже, чтобы почувствовать энергию чувств твоих. Тут чувства нахлыпнули внезапно. Я слишком долго ждала тебя. Ты пришёл очень уставший и как ребёнок сразу уснул. Я смотрю на это сонное чудо. Я жду, когда усталость отпустить тебя, когда сильный мустанг прижмёт к себе поближе, и два тела сольются в одно. Целовать будешь долго и нежно, чтобы обо всём забыла я. Теперь я должна уснуть в твоих нежных объятиях, а ты будешь охранять меня. Я смотрю на тебя, не отрываясь, снова с вопросом на моих устах. Почему судьба выбрала нас только сегодня? Долгое время она всё скрывала. И только сейчас открыла этот секрет для нас. Мы были близко, мы были где-то. Могли случайно видеть друг друга. Но стрелы амура только сейчас полетели в нас. В окне рассвет, уж на пороге. И я уже уставшая, с надеждой, прижалась к тебе поближе, уснула на твоей груди. Придёт рассвет, и нас разбудит, и ты будешь готов любить меня. Смотрю в глаза твои большие, и вижу в них море грусти и тоски. То пламя вдруг взорвётся, то оно утихнет, То томный взгляд, полный боли и огня. Что гложет твою душу больше? Любовь? Печаль? Печаль? Или, может, я? О чём забыть не в силах может? Что так скрутила твой ум и плоть? Ищу ответ в глазах твоих. Пока вопросов намного больше. О жизни, о любви, о нас двоих. Ответов нет, лишь лишь вопросы. Они меня терзают день ото дня. Кто я? Где я? И куда идти должна? Ты далеко? Или, быть может, ты с розами в пути уже ко мне? Хотелось бы тебя увидеть вскоре. Быть может, на рассвете ты меня разбудишь? Или в ночи ты постучишься в дверь ко мне? Но всё это не важно, утром или ночью, В любое время рада буду видеть я тебя. Или на рассвете, при лучах проснувшегося солнца, Или на закате под холодной луной. Нам свет уже не важен, утром или ночью. Коснись губами моих губ скорей. Пройди рукой по моему ты телу. И задержись возле груди на пять минут. Потом опять скользи рукою. Войди туда, где для других запрет. Я буду мягкой и пушистой. Я буду девочкой теперь твоей. Я буду розой нежной, сладкой, Голубкой дикой. Буду я твоей. Я дикая и страстная. Я тихая и властная. Могу я быть с тобой любой? Во мне всё это может сочетаться. И всё это буду я одна. Не отпущу тебя я сразу. Помучить я тебя хочу. Смотреть в глаза твои, не отрываясь. Сжимать тебя в руках своих. Я выпью кровь твою додная, Чтоб сердце сжималось, глядя на меня. Ты думал, ты уйдёшь так быстро? Нет, ты ошибся. Украла сердце я твоё. Ты можешь извиваться. Очень долго. Ты будешь день и ночь во мне. Отныне и навеки. Ты пленник мой. Забудь про всё, что было до меня. Сегодня ничего это не значит. Возьму тебя в свои я руки. И больше никуда не отпущу. Ко мне отныне привязан ты навеки. Меня полюбишь ты одну. Отвечу я любовью вскоре. Забудь про всё, что было раньше до меня. Ищи дорогу, милый, вредный. Я жду тебя, мой рыцарь нежный. Ты мой бунтарь. Я роза дикая твоя. Куда бы ты ни шёл, вернёшься ты ко мне опять. Как хорошо, что я одна. Как хорошо, что никому ничего не должна. А кто-то скажет, да, она сошла с ума. Но в этом одиночестве порой находишь счастье и покой. Которая в компании большой, в толпе, среди людей чужих. Там нету счастья, там тоска, там одиночество в толпе. А дома тишь и благодать. И как приятно до обеда спать. У каждого есть правда своя. Кому-то большая нужна толпа. Кому-то большая дружная семья. Но не всегда всё так это совпадает, Что мы от жизни нашей ожидаем. Не все мужья всегда верны. И дети разные бывают. Ведь никогда не угадаешь, Что ты найдёшь пути. Мы все идём своей дорогой, Дорогой дальней, непростой. Никто не знает, что нас ждёт дороги. И разный у нас пейзаж пути. Мы все хотим любви и ласки. И счастья всем нам снится по ночам. Однако, что скажу я вам сегодня? Когда полтинник перегнёшь, В том, что я одна, Бывает маленькое счастье. Ведь я никому ничего не должна. Это я наибице ем супчик. Ну, а сейчас я буду варить свой супчик. Томатный с лапшой, с грибами и картошкой. Кто не видел, я вчера один загрузила. Похожий. Сегодня делаю второй. После большого перерыва трёх месяцев, Я вчера вернулась в ночной клуб, Где я не была, наверное, с ноября месяца. Людей было немерено просто. А мальчиков симпатичных сколько было? Ну, все молоденькие, лет 35-37 максимум, наверное. В моей возрастной группе не было почти ничего интересного. Калории, которые употребляем, надо утрамбовывать. Я пошла подвигать ляшками. А сегодня проснулась, мне приснился сон, Что я где-то иду, И вижу, вроде бы, как кто-то свитер потерял. Какой-то тёмный, чёрный. Я его беру, из него ещё 5-6 свитеров вываливаются. И тоже всё-таки чёрные. Ну, в общем, это, конечно, всё мужчины в клубах, да и всё. Ну, в общем, это комедия вчера, что там разыгрывалась в клубе. Нет у меня контрактов с телевидением на реальти-шоу. Так что мальчики были явно подставные. Неубедительно было, совсем неубедительно. Особенно к одному я подошла, А он так заулыбался. Думаю, шо ж ты так улыбаешься? Ты же совсем молоденький-то. А мне-то 50, а тебе лет 30-35. Шо ж ты так засветился, бедный? Не натуральненько было всё, не натурально. Ну, и пойду я варить свой куриный супчик томатный с лапшой, грибами и картошкой. Заходите в гости, не забывайте. И до новых встреч на моём канале. Кулинария, путешествия, Париж, достопримечательности, лирика, гадания на картах. Всё у меня. Я разноплановый товарищ, я выпускаю много всего по чуть-чуть. Но иногда накатывает, хочется что-то написать такое от души. А мне написать ночью, на 15 минут на страницу, это так. За пару минут, страницы две, я могу написать, не напрягаясь даже. Могу писать любыми, любыми вариантами, прозой, стихами, песнями, сценариями, на разных языках, без проблем. На ютюбе есть варианты связи. Можно через скайп, можно через электронный адрес. Я есть в фейсбуке, в ютюбе, в тиктоке. Даже недавно заглянула в инстаграм, в который я сто лет не заглядывала. И до новых моих встреч на моём канале. И до новых моих встреч